Друзья, разгар лета, подорожники растут. Самое время собирать подорожники. Видите, семена начинают зреть. Значит, подорожник готов употребление. Я хочу вам сегодня рассказать про сок подорожника. Сок подорожника всю жизнь употребляют для снижения веса. Еще древние римляне, а вернее римлянки, они для коррекции своей фигуры использовали сок подорожника. Сок подорожника собираете, прям с корнем выдергиваете подорожник. Насобирали, сколько смогли. Обязательно в экологически чистом месте. Перекрутили через мясорубку. Перед этим, само собой, его необходимо обдать кипятком, чтобы вся вот эта тлята и все прочее, что на него садилось, не было на нем этого. Перекрутили на мясорубке. Через марлю выдаю, или у вас получился сок. Сок в чистом виде можно принимать по чайной ложке, каждое утро запивая водой. С утра натощак обязательно за полчаса до еды минимум. В идеале, если это будет за час. Далее, что подорожник еще очень хорошо обладает бактерицидными свойствами. Противогрибковыми кровь восстанавливает и повышает иммунитет сок подорожника, именно если вы будете употреблять. Хранится сок подорожника в чистом виде трое суток. Как вы можете сохранить сок подорожника? Для сока подорожника вы можете взять пакеты для льда, залить туда сок подорожника и обязательно только шоковая заморозка. Обычная заморозка не подойдет. При шоковой заморозке он сохранит свои полезные свойства. При обычной заморозке нет. Также еще можете взять на 800 мл сока подорожника, 2,5 л воды чистой, дистиллированной, и 0,8 кг меда. Все это смешивайте до однородной массы. Это в холодильнике у вас может прохраниться от 2 до 3 месяцев. То есть вы понимаете, что вот эти два способа, они тоже вам помогут и похудеть, и против грибка избавиться. Но самое эффективное, это перекрутили сок, выдавили, выпили. То есть если у вас есть такая возможность, пользуйтесь, друзья, здоровья вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!